Машина скорой помощи выехала вот сюда, на эту улицу, Тельва Толстого улица, и нужно было повернуть, выехать на коммунистическую. Здесь буквально, ну, не знаю, сколько метров. И только мы выехали на коммунистическую, повернули, и нас остановил инспектор. Елена Кабацкая была в той скорой. Она ехала с мужем, которому вызвала неотложку. У мужчины диагностировали инфаркт. Чтобы спасти ему жизнь, Сергея срочно отправили в войскую ЦРБ. Водитель скорой решил сократить путь и выехал навстречу. Однако неотложку остановил инспектор ДПС. Я, например, вышла когда из машины, инспектору сказала, говорю, ну, в чем проблема-то вообще? Запишите номер машины, ну, мы отъедем, довезем больного, вернется машина, куда он денется водитель, он же не спрячется, не убежит. Он не собирается ничего этого делать. Ну, вот таким образом он сказал, нет, я арестовываю машину. Водитель нарушил правила движения, объяснил инспектор, а значит, автомобиль придется отправить на штрафстоянку. Просьбы родственников больного не поколебали его принципы. Говорит, водителю нужно было всего лишь включить спецсигналы. Тогда к нему и вопросов бы не возникло. Пользоваться преимущественным движением. Включен проблесковый маячок, звуковая сигнализация. То есть другие водители обращают на него внимание, уступают в движение. То есть она, данная машина, ничего не было включено и выезжала с противоположного движения на стороннего. Инспектор попросил у водителя права, но с обоих у него не было. К нарушителю полицейский оказался непреклонен и арестовал автомобиль. На место пришлось срочно вызывать вторую неотложку. На ней больного доставили в ЦРБ Вольска. Зависит жизнь человека. Насколько мы сработаем быстро, решим вопрос. Собрать анамнез, поставить диагноз, оказать помощь и быстро доставить больного пациента в стационар. Сергей сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Родственники переживают только из-за одного. Не скажется ли задержка на его состоянии? Все-таки было потеряно немало времени. И пока не ясно, как это отразится на здоровье. Эллада Абжалимова, Елена Губенкова, Станислав Жижин, Сергей Зацарный. РЕН-ТВ, Саратов.